Думаете, что дамочки только в сериалах находят себе кавалеров на помойке или в какой-нибудь подворотне? Оказывается, и в жизни бывают всякие неожиданности. Например, героиня этой истории мужа нашла в подъезде. Ирине было уже далеко за сорок, но из-за того, что она вела замкнутый образ жизни, кавалеров у нее не было и замуж тем более никто не звал. Однажды вечером собралась она на прогулку, подышать воздухом перед сном. Выходит в подъезд, а на площадке мужчина лежит, спит. Ирина сначала испугалась, но приглядевшись, убедилась, что это не бомж. Он был одет хоть и небогато, но со вкусом. Правда, лежание на грязном полу сделало свое черное дело, оставив на светлой рубашке и темных брюках хорошо заметные пятна. Женщина тронула мужичка за плечо, потрясла. «Эй, проснитесь! Ммм! Я кому говорю? Сейчас полицию вызову!» Но тот только мычал в ответ и распространял вокруг себя винно-водочное бре. Пьян. И что с ним делать? – думала Ирина, разглядывая довольно симпатичного мужчину. На улице по ночам было довольно прохладно, так как осень уже активно вступала в свои права. «Если мужика оставить в подъезде, то он может замерзнуть или простудиться», – продолжала рассуждать женщина. Она попыталась вновь его растормошить, но ее действия ни к чему не привели. Тогда она стала его поднимать, приговаривая. «Ну, миленький, давай, вставай! Тебе нельзя здесь лежать! Пошли ко мне!» Последняя мысль пришла в ее голову спонтанно и прочно там засела. Это придало ей силы. Ей удалось поставить на ноги почти бесчувственного мужчину и даже заставить его сделать несколько неуверенных шагов до ее квартиры. Посадив мужика в коридоре на обувную тумбу, она сняла с него обувь, принесла в ковшике воду и стала салфеткой обтирать ему лицо. Затем стала думать, как привести нежданного гостя в чувство. Сама она спиртное не употребляла и что нужно в таких случаях делать, она не знала. Позвонила подруге. Та, выслушав ее бессвязный рассказ и обозвав дурой, дала отличнейшие средства, правда предупредив, что нужно поставить перед испытуемым тазик. Ирина накапала стакан с водой нашатырного спирта, ровно 10 капелек, как советовала подруга. Поднесла ко рту почти трупа, заставила выпить. Микстура подействовала практически мгновенно. Женщина еле успела подставить таз. Спустя несколько минут мужчина стал приходить в себя. Он оглядел мутными глазами комнату и невнятно произнес. Я где? Где-где? В Караганде? Зло буркнула Ирина. Ты что это в нашем подъезде разлегся? Что домой не идешь? После нескольких минут допроса с пристрастием картина стала проясняться. Оказывается, Игорь, так звали нового знакомого, был на дне рождения у друга, который жил в соседнем подъезде. Сам он не пьет, совсем, но друг так его уговаривал, что тот не устоял. Вот его развезло после одной рюмки. Конечно, он не стал усугублять ситуацию, распрощался с хозяевами и постарался быстрее добраться до дома. Но гадский алкоголь сделал свое черное дело, поэтому, как оказался в этом подъезде, он не помнит. Короче, предложила Ирина мужчине принять душ, напоила горячим чаем, уложила в постель. Пока тот спал, она выстырала его рубашку, брюки, выгладила. Когда Игорь проснулся, она накормила его завтраком и отправила домой. На следующий день мужчина пришел к ней с тортом. Завязалось знакомство, тем более, что Игорь был свободным. Жена от него ушла к его другу, который оказался не таким скучным. Продолжение понятное так. Спустя несколько недель Ирина на правах законной жены перебралась в его квартиру. Правда о том, что она мужа нашла в подъезде, помалкивает. Ведь еще неизвестно, как отреагируют на это ее родственники.